Я думал об этом, и в конце концов понял, что это сказка о великом предназначении, о сути предназначения каждого мыслящего существа, и о том, что бывает, что предназначение не выполнено. И тогда я, значит, написал такой вариант сказки про колодка, где вся ее суть поскрывается. Все время написать мне это не положено, потому что музыку я все равно при новом принесал. А текст он короткий, поэтому я пост зачитаю. Замесила тесто баба, дед дровишек наколол, затопили печи, из теста колодками скатали, только спить к нему не вышло, колодок от них ушел. Вот такое приключилось в истории начала. Мимо зайца, мимо волка и медведи, и лисы, мимо елок, мимо палок он летел, земля дрожала, встретил он головку сыра, встретил полку полпасы. И они, похоже, тоже от кого-то убежали, по дороге, по тропинке, через старый бурелок, шли они куда подальше, не отдавшись с единицей. Колбаса протухла первой, сыр запреснил потом, колобок, сок, сукарик, вот отчасти их творения. Старик забросил, в море елок, и терпеливо ждал булова, старого сидя у корыта. Старик забросил, в море елок, но это был всего лишь повод, чтобы подскороче быть подальше, не нарываться. Старик забросил, в море елок, и терпеливо ждал, не нарываться. Старик забросил, в море елок, и терпеливо ждал, не нарываться. Старик забросил, в море елок, и терпеливо ждал, не нарываться. Старик забросил, в море елок, и терпеливо ждал, не нарываться. Старик забросил, в море елок, и терпеливо ждал, не нарываться. Старик забросил, в море елок. 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 Продолжение следует...